Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающий. Не буду думать о своей душе. Зачем это всё? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные, Господи, братья и сёстры, дорогие друзья, здравствуйте. Как вы знаете, за последнее время против России, против отдельных деятелей нашей страны, против отдельных хозяйствующих субъектов, были введены санкции, в том числе экономического свойства. Многие по этому поводу рассказывают обоснованное недовольство, имеют место некоторые случаи жёстких дискуссий между Россией и западными странами относительно введения этих санкций. Но многие сегодня спрашивают, а так ли уж плохо то, что произошло? Насколько санкции, которые введены, являются для нас трагедией, или наоборот, они являются для России шансом. По-другому посмотреть на экономическую политику, по-другому выстроить отношения с некоторыми ведущими экономическими игроками, задуматься над тем, а не можем ли мы на самом деле в связи с попыткой выключить нас из некоторых мировых экономических процессов, сказать о том, что у нас есть своё видение этих процессов и своё понимание того, как должна строиться в будущем мировая экономическая архитектура. Некоторое время назад министр финансов России Антон Силуанов сказал, что в России нет серьёзных оснований говорить, что мы должны отказываться от действующих расчётных систем, в первую очередь виза и мастер-кард, но параллельно мы начинаем больше внимания уделять созданию собственной расчётной системы. Нечто подобное было сказано и руководительница Центрального банка России Эльвера Набиулина. Известно, что в таких странах, как Китай и Япония, существуют свои расчётные системы. Это во многом вызвано особенностями развития компьютерных технологий в этих странах, их некоторой дистанцированностью от многих процессов, происходивших в ходе экономического развития в евроатлантической зоне. Но, тем не менее, под тем, что у этих стран есть стремление сохранять и развивать свою платежную систему, есть и определённое стремление к экономической независимости, к тому, чтобы не оказаться в заложниках тех или иных политических или экономических обстоятельств в том случае, когда могут происходить расхождения между странами, расхождения между мировыми центрами власти. Сегодня Россия также, из-за введённых санкций, из-за некоторых инцидентов с нашими банками, ставит перед собой серьёзный вопрос. А что делать, если вдруг привычная расчётная система, привычные средства перевода денег из одного места в другое перестают работать? Вообще это умеет. Не нужно ли обезопасить себя? Не нужно ли вообще иметь полный контроль над теми экономическими процессами, над теми расчётами, над теми договорённостями во внутренней экономической сфере, которые имеют место в национальной экономике? Об этом много раз говорили и много лет говорили различные экономические учреждения, различные видные экономисты. Особенно это имело место в 90-е годы, когда происходила ожесточённая дискуссия между теми экономистами, которые пытались реформировать экономику советского образца, но не соглашались с творцами рыночных реформ 90-х годов и с самими творцами этих реформ, с людьми, которые говорили, что нам нужно заимствовать экономические рецепты, экономические методы управления и сами экономические структуры из западных стран, и нужно оставить любую попытку придумать что-либо новое, что-либо независимое от тех рецептов и тех систем, которые созданы на Западе. В ходе этой дискуссии победила вторая сторона, победили сторонники экономических реформ под руководством западных идей и западных центров. Но сегодня сама логика жизни подталкивает Россию к тому, что ей нужно не отказываться от сотрудничества с Западом и, конечно же, не пытаться строить новый железный занавес, но очень серьёзно думать и над собственной экономической независимостью, и над возможностью, способностью страны участвовать на равных со своим видением, со своими рецептами в строительстве мировой экономики в будущем. Надо сказать, что критика мировой экономической системы, в которой деньги делают деньги, в которой богатые становятся богаче, а бедные подчас беднее, не является уделом только левой политической мысли. Христиане всех стран мира, христиане, которые принадлежат к разным профессиональным традициям, в течение уже нескольких десятилетий жёстко критикуют мировую экономическую систему и те идейные основы, на которых она зиждается. Такого рода критика стала общим местом для современной католической официальной и социальной мысли, не только для теологии освобождения, которая была модна в 60-е и 70-е годы в Латинской Америке, но и для официальных документов Ватикана. Не случайно Папа Димский Франциск недавно назвал современную мировую капиталистическую экономическую систему новой тиранией. Критика современной экономической системы также типична и для протестантов, кроме неопротестантских групп, которые проповедуют так называемую теологию и процветание. Протестанты традиционные, протестанты первого поколения, англикане, лютеране, клевенисты, реформаты, бессветариане сегодня достаточно жёстко критикуют капитализм как таковой и приближаются в своих экономических убеждениях к левой части политического аспекта. Это особенно интересно, потому что некоторые философы, богословы, социологи считают именно протестантизм источником современного капитализма. Люди, которые, возможно, когда-то породили капитализм, сегодня становятся его критиками. Те самые религиозные общины, потомки клевенистов и пуритан, сегодня становятся практически левыми по своим политическим убеждениям. Точно так же мы знаем о довольно жёсткой критике современного экономического уклада со стороны многих деятелей ислама, как и других, некоторых других религий, распространённых в отдельных странах или по всему миру. Глубокая нравственная, духовная неудовлетворённость в происходящем в сфере мировой экономики становится типичной для большинства мыслящих людей в современном мире. Для людей, верующих или неверующих, для людей, относящихся к более традиционным политическим структурам или к таким движениям, как Occupy Wall Street, люди протестуют. И не просто протестуют в порядке какого-то политического действия, а ображают свои нравственные убеждения, понимают, что в экономике, в которой чуть ли не основная прибыль делается за счёт того, что деньги делают деньги, в экономике, в которой все решения принимаются без всякой демократии, узким кругом людей, давно оторвавшихся от соотнесения своих действий с интересом большинства населения Земли, такая экономика заставляет многих людей ставить внутренний вопрос, а справедливо ли всё это, а правильно ли всё это с точки зрения высших ценностей, а приносит ли это всё благо обычному человеку. Некоторое время назад один священнослужитель, кажется, это был отец Демитрия Смирнов, поставил очень интересный вопрос. Зачем дети, если ты живёшь только ради собственного материального блага, ради собственного удовольствия и комфорта? Иметь детей – это странная вещь. Если главное в жизни – это деньги, квадратные метры, физическое здоровье, возможность посвящать всё время или большую часть времени, по крайней мере, свободного, себе любимому, возможность жить без забот, то само наличие детей – это что-то абсурдное. Зачем тратить столько сил и средств на то, что не относится к твоему личному благосостоянию и комфорту? В таком духе сегодня пытаются воспитать человек. Он не должен иметь альтруистических, духовных, не связанных с материальным благосостоянием целей. Он должен быть просчитан, унифицирован. Он должен стать частью глобальной экономической системы. Он должен стать винтиком машины. Он должен стать чем-то, что развивается согласно только экономической, сугубо экономической логике. Очень многие люди на самом деле не хотят становиться винтиками этой машины. Большинство населения Земли, я убеждён, не согласны с той экономической системой, которая сегодня объявляется якобы безальтернативной, якобы окончательно победившей, якобы ведущей людей ко всеобщему процветанию. Сейчас, когда Россию в рамках этой системы пытаются поставить на колени, пытаются наказать, у неё появляется потрясающая возможность оспорить саму эту систему, выйти на арену мировых экономических дебатов со своими идеалами и, может быть, со своими конкретными предложениями о том, как обустроить мировую экономику. У нас есть ценности и установки, и идеалы, которые способны избавить мировое развитие от тех отрицательных явлений, которые сегодня сковывают это развитие. Нам постоянно говорят, что вечный экономический рост это то, к чему нужно стремиться. А римский клуб в своё время сказал о том, что есть пределы роста, потому что не может население Земли всё пользоваться таким количеством благ, каким пользуется сегодня так называемый золотой миллиард. И возникает вопрос, а не нужно ли как раз положить пределы экономическому росту? Не нужно ли перейти от идеала бесконечного роста к идеалам умеренности в потреблении, умеренности в развитии, разумной достаточности? Нам говорят, что принцип «деньги делают деньги» является чуть ли не священным, и его нельзя оспаривать в принципе. А мы знаем, что в христианской традиции, как и в исламской, ростовщичество объявляется недопустимым. Да, есть определенные споры относительно того, что именно считать ростовщичеством. Деньги теряют из инфляции свою стоимость. Иногда получается так, что нужно их дополнительно обезопасить. Но когда речь идет не только о сохранении заработанного твоим трудом, а о получении прибыли, то есть не о покрытии издержек, связанных с инфляцией, или другими экономическими процессами, а о получении прибыли за счет принципа «деньги делают деньги», тут как раз, с моей точки зрения, и начинается то самое ростовщичество. Исламский мир смог от него отказаться. Не могут ли православные христиане предложить свои способы преодоления этого достаточно пагубного для экономической справедливости принципа? Я в свое время предложил, по крайней мере, в течение Великого поста православным людям отказаться от получения банковского процента, по крайней мере, превышающего те издержки, которые связаны с инфляцией. Давайте вместе подумаем над этим. Давайте подумаем мы о том, чтобы Россия, которую сегодня пытаются жестко встроить в те решения, которые принимаются без участия ее народа и даже ее правительства, могла бы предложить свое видение развития мировой экономики, в которой не было бы выпиющих несправедливостей, связанных с тем, что деньги отрываются от труда и от тех ценностей, реальных ценностей, духовных или материальных, которые созданы людьми, тех несправедливостей, которые связаны с тотальной удаленностью принятия ключевых экономических решений от ведома и от участия людей, чья жизнь напрямую затрагивается этими решениями. У нас достаточно ума, достаточно опыта, достаточно видения причин мирового экономического кризиса и путей выхода из него для того, чтобы предложить свою модель развития всему миру, развитие, ориентированного на вечные и неизменные ценности, на человека, на сохранение окружающей среды, на справедливые отношения между различными социальными слоями, между богатыми и бедными, между разными народами мира. Я надеюсь, что Россия этот шанс не упустит.